В эти выходные для автолюбителей наступает настоящий праздник. Можно будет двигаться по всей ширине проезжей части, не бояться заехать на автобусную полосу, как было раньше. Сейчас я буду говорить очевидные вещи, но оказывается, многие этого не знают. Вот этот знак, два молоточка, означает, что автобусная полоса работает только в будни. В субботу, в воскресенье, в праздничные дни можно двигаться по ней свободно. И таких знаков в городе будет установлено 167 штук. И работа эта началась с прошлых выходных. Новые знаки уже установлены в центре города, в Октябрьском районе. И сейчас подрядчики усиленно монтируют таблички на взлётке и в Северном. В городе 21 полоса для общественного транспорта. По каждой из них можно будет ездить в выходные и праздничные дни. Автолюбителей эта новость порадовала. Ну это удобно, на самом деле. Потому что пробки, капец в городе. А где выделенки больше всего досаждают? Партизанов железника. По городу очень много. Хорошо. Разгружать-то надо. Не, я не знал. Здорово ещё. Ну как, вам это поможет листить? Да, на самом деле, по-моему, одинаково будет. Ходные дни пробок? Ходные дни пробок нет. Ничего это не поможет. Меньше, наверное, станет. Заторов. И штрафов меньше тоже. Дать больше просторов водителям, хоть только и в викенд, в администрации решили ещё в прошлом году. Раньше такими привилегиями можно было пользоваться только на пяти участках. Калинина, Татмина, путепровод Бугач, партизаны железника и металлургов. А теперь решили сделать правила едиными для всех улиц. Правда, по оценкам дорожников, большинство водителей не пользуются этим преимуществом. Мы сами по результатам мониторинга отмечаем, что где-то порядка 70-80% водителей, они в выходные дни не выезжают на полосу общественного транспорта, двигаются, как в старом режиме. С чем это связывается? Ну, скорее всего, привычка. Будет производиться мониторинг, как нашим центром мониторинга, так и Красноярск-Горотрансом. И, соответственно, в дальнейшем мы, возможно, получим какие-либо рекомендации, то есть оставлять данное решение на постоянной основе, либо опять возвращаться к старой схеме движения. Общественники не считают, что ситуация с заторами как-то поменяется после нововведения. Решать проблему нужно более радикальными методами. Если на универсиаде без выделенок было не обойтись, то сейчас часть таковых можно вовсе убрать. Вот то, что сейчас происходит, ну, это такое некое показательное мероприятие от администрации города, что якобы вот мы вас услышали и сделали выходные дни. Хотя на выходные дни никому и не нужны. А если мы говорим про всю ситуацию и обеспечение пропускной способности города, хотя бы на тех участках, где приняты и выделены полосы, и где по их причинам создаются заторовые ситуации, там все-таки надо отменять. Это и коммунальный мост, где каждое утро стоит красноярский рабочий, матросово, где вечерний час пик, стоит абсолютно весь центр и улицы Шахтеров. Правда о том, чтобы убрать выделенные полосы совсем, в администрации даже не задумываются, а наоборот определяют в городе места, где можно нарисовать новые. Напомню, штраф за выезд на полосу общественного транспорта полторы тысячи рублей. За нарушениями БДИ 31 камера автоматической фиксации. Поэтому многие водители боятся приблизиться к сплошной с большой буквой «А». Но уже с 11 января в выходные можно будет не бояться получить штраф. Антон Шевчук, Андрей Ткачук, Афонтова новости.